Красная армия 28 июня 40-го С криками «Ура!» и со слезами на глазах Это стало концом румынской оккупации Тогда они шли по мосту, который находился рядом с крепостью И таможенный пост, который находился возле первого бастиона Там состоялось торжественное подписание акта Румынские власти передавали советским войскам В лице командироваться Красной армии Все имущество, движимое и недвижимое Черный забор Этот монумент напоминает о страшных 22-х годах румынской оккупации Все началось в январе 1918-го Российская империя на пути в историю В стране хаос Гражданская война Румыния предлагает помощь Советская власть ее принимает В Бендер и Бессарабию вводят войска под предлогом Обеспечить охрану складов, дорог и восстановить порядок По соглашению румынская армия должна была покинуть Бессарабию Летом 1918-го Мечты о возвращении Великой Румынии взяли верх Над подписанным договором и обязательствами Друзей нет, только интересы Тогда министр иностранных дел Румынии Константин Орион говорил Россию не следует бояться Она не возродится снова Бухарест просто оккупировал Бессарабию При этом пытался убедить всех Это добровольное присоединение Особо не удалось Так называемое объединение признали всего несколько стран мира И уж кто точно не признал действий Румынии Так это бендерчане 7 февраля 1918 года Румынские интервенты расстреляли здесь на железнодорожном вокзале У того самого черного забора 500 человек Тех, кто встал на их пути И до последнего защищал бендеры Именно с массового расстрела и началась румынская оккупация 22 года никакого развития За это время в бендерах построили только два здания Уровень развития народного хозяйства правого берега был значительно ниже, чем левого В частности, в сельском хозяйстве на левом берегу Днестра Молдавской автономной СССР Насчитывалось больше 600 тракторов И примерно такое же количество, чуть больше, 650 Насчитывалось на территории всей Бессарабии Но площади Майя СССР это 500 тысяч квадратных километров Площадь Бессарабии была исполнена около двух миллионов Население тоже находилось в тяжелых условиях Было не только экономическое тяжелое положение Но сильно румынские власти очень агрессивно проводили политику руманизации И в результате этого очень большая часть населения Бессарабии постепенно покидала В августе 40-го Бессарабию присоединили к территории Приднестровья И создали Молдавскую Советскую Социалистическую Республику Спустя полвека официальный Кишинев решил идти своим путем Парламент Молдовы созданием СССР признал незаконным И отказался от Приднестровья Редактор субтитров А.Семкин